Масштабное ежегодное событие в мире студенческого баскетбола России. Впервые оно проходит на площадке в Московской области. Главный трофей суперфинала чемпионата АСБ Кубок Лиги Белова. За награду боролись четыре женские и четыре мужские команды. В этом году ассоциация отметила 18-летие. В зале мощная группа поддержки. Трибуны забиты. Впереди одна из зрелищных игр в истории Ассоциации студенческого баскетбола. Обе команды настроены на победу. Атмосфера в зале не менее боевая. Стартовое подбрасывание и игра началась. Поединок поистине напряженный на паркете. Самая титулованная команда российского студенческого баскетбола. Сборная Московской государственной академии физической культуры. Их соперники парни из Уральского федерального университета. Уральцы выигрывают три стартовых поединка чемпионата. Победное преимущество они забирают еще в первой половине матча со счетом 46-29. Уверенности игрокам придают овации трибун. Это настоящая сенсация. Спортсмены из Екатеринбурга одерживают победу над самой титулованной командой АСБ. Счет 89-75. Команда из Екатеринбурга. Чемпиона Ассоциации студенческого баскетбола. К этому знаковому моменту сборная Уральского федерального университета шла долгим и тернистым путем. Игра выдалась непростой, признаются игроки команды победителей. Настрой был максимальный. Мы знали, что будет сложно. Мы даже когда вели уверенно, мы понимали, что это та команда, которая может вернуться за считанные минуты. И мы просто не сбавляли концентрацию. Четыре-четыре, когда они начали попадать дальние трехочковые подряд, это было сложно. Эмоции захлестывают. Такая игра. Мы долго к этому шли. Очень рады. Мы очень рады. Я горжусь командой, горжусь каждым игроком. Всем большое спасибо. В зале пристально следил за игрой олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко. Состав его сборной СССР в 1972 году в Мюнхене за три секунды до конца матча вырвали победу у команды США. Спортсмены сделали невозможной. Американцы впервые оказались поверженными за 36 лет. Конечно, это все студенты. И у них профессия, может быть, не связана со спортом. Но я единственным уверен, что физкультура, вот именно физкультура и спорт не поможет в жизни. Потому что физкультура – это практически допинг для мозга. А хороший мозг – это профессия. Любая профессия. Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола подарил массу эмоций не только игрокам, но и болельщикам. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.